Облезлое здание с ржавой крышей. Внутри осыпается потолок, а от стен откалываются куски. В таком состоянии сейчас находится памятник культурного наследия федерального значения – торговые ряды. Они появились в начале 19 века по градостроительному плану Екатерины II. Все строения были выполнены в стиле классицизма – симметричные, со строгими линиями. Застройка велась, строительство этих торговых рядов велось губернским архитектором Сулакадзевым. Впоследствии перестраивались они уже губернским архитектором Милюновым. Выглядели они несколько иначе, чем сейчас. Их было больше. Сейчас у нас сохранилось два корпуса, параллельно друг напротив друга стоят. Было еще четыре корпуса, два перпендикулярно с одной стороны, два перпендикулярно с другой стороны. Однако они были снесены в советское время, когда расширяли площадь Ленина. И уже в 90-е сохранившиеся здания подверглись перестройке. Поэтому фотографии даже начала 20 века не совпадают с современным видом. Вот эта вот ротонда сверху была надстроена, исторически ее не было. То есть они немножко по-другому выглядели. Но торговые ряды – это всегда было место, конечно, притяжения людей. Здесь был крупный торг, разные лавки, и галантерейные, и мануфактурные, и горшечные. И пряники здесь продавали, и трактиры здесь были. То есть это было такое место очень оживленное, бойкое. Сейчас один из торговых рядов функционирует. Реставрация второго началась еще в 2017 году. Тогда на торгах инвестор купил здание у Рязанской области за 80 миллионов рублей. Новый владелец принял охранные обязательства и за полтора года должен был отреставрировать здание для дальнейшего использования. Это условие было основным при заключении сделки. Объект культурного наследия – это довольно сложная такая штука для реставрации. Нужны специалисты, которые имеют право работать с культурным наследием. Это не просто бригада строителей, которые любую квартиру могут отделать. Это люди, которые имеют лицензию, допуск к таким работам. Стоимость работы оценили в 136 миллионов рублей, включая проектирование. Осенью прошлого года появилась информация о начале реконструкции. В марте этого инспекция выдала разрешение на реставрацию компании «Монтаж строй». Но к работам она так и не приступила. Хотя завершить их планировали до 1 августа. Подрядчика пришлось поменять уже в июне. Согласно контракту, срок окончания реставрации сдвинулся на середину июня 2020 года. Историки надеются, что в этот раз все пройдет гладко и здание восстановят. Ведь примеров некачественного выполнения работ в городе хватает. Например, дом Наполонского, здание водолечебницы. Совсем недавно было отреставрировано. Но вот частенько там прохожу, вижу, что балкончик уже осыпается. Просто с него штукатурка. И вот буквально недавно проходила, уже леса стоят снова. То же самое было со зданием, где у нас с 1858 по 1860 год жил Салтыков Щедрин. Да, оно было отреставрировано, сдано. Но потом снова леса появились, потому что тоже начало все осыпаться. Напомним, что торговые ряды многие называют визитной карточкой Рязани. Восстановить их пытались с 2015 года, а продать – более шести раз. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».